Генеральный план – это главный градостроительный документ для любого муниципального образования. В нём прописаны все данные о границах и функциональных зонах развития, а также новых объектах, планируемых к строительству в городе – школах, детских садах, объектах спорта и культуры, дорог, новых мостов и других. Действующий генплан был разработан ещё в 1973 году и к сегодняшнему дню устарел. Границы города изменились. Президент своим указом в прошлом году присоединил к Сарову территорию Дивеевского округа вместе с технопарком, а также так называемые «северные территории». Всё это нашло отражение в новом генплане. Кроме того, в документе прописаны и изменения дорожной сети города. Например, сделана дорога сквозная с улицы Советской до проспекта Музруково, так сказать, срезая угол вот этого перекрёстка у театра через Саровскую ривьеру. То есть между Саровской ривьерой и домом 17 по улице Музруково. Жители Саровской ривьеры собрали 120 подписей против этого изменения. Они уже находятся в администрации. Поэтому выражение мнений жителей как раз это публичное слушание, о которых мы говорим. Также, согласно новому генплану, поменяется дорожная сеть в районе улиц Менделеева и Негина. Запланирована новая объездная дорога. Более детально прорисованы и районы 1А и 1Б. Также в документе содержатся данные о карстовости этих территорий. На этих участках установлено наличие карстопроявлений на территории обследования. Это от 10 до 20 метров категории возможности их возникновения. А интенсивность, то есть скорость, с которой они проистекают, это вот 4-5 категория. Это от 0,05, ну то есть от 0,05, да, одно явление в год, то есть, соответственно, там, одно явление в 20 лет, допустим, да, до, в локальных участках, до одного провала в год. То есть мы понимаем, что на этой территории есть места, да, их нужно действительно прям четко локализировать, где есть возможность возникновения воронок, которые каждый год могут возникать, да, с размерами, там, ну, до 20 метров. Новые школы и больницы, два ФОКа и множество других объектов – все это есть в новом генплане. Детально ознакомиться с ним можно в фойе здания администрации города и на сайте admdefisarov.ru в разделе «Документы». Высказать свое мнение по поводу изменений можно в письменном виде, направив обращение в администрацию или лично. Для этого нужно прийти на общественное обсуждение генерального плана, которое пройдут 19 апреля в 17.30 в актовом зале администрации города. При себе необходимо иметь паспорт.